Добрый вечер! Вы смотрите программу «Политика» с Натальей Морари и Игорем Пацаном. Сегодня понедельник, а это означает, что наш выпуск на русском языке и специальный гость сегодняшней программы «Башкан Гагаузи» Михаил Фармузал. Добрый вечер! Добро пожаловать! Рядом с нами находится политический аналитик Уазан Антой. Добрый вечер! Добрый вечер! Михаил Макарович, вам так удобнее, наверное? Да! Здесь, конечно, мы привыкли больше обращаться к господине Фармузалу, но буду обращаться к Михаилу Макаровичу. Много тем накопилось. В последнее время приходят разные новости из Гагаузи, вы знаете, связанные с казаками, связанные с конфликтом между вами и Народным Собранием. Но я бы хотела начать немножко с другого. Вы совсем недавно в одном из ваших текстов сказали, что в Молдове есть две беды – дураки и дороги. В нашем случае к ним прибавляются еще политики болтуны и доверчивые люди. Меня интересует, вы себя к кому причисляете – к политикам болтунами или к доверчивым людям? Нет, я, скорее всего, хозяйственник, менеджер, управленец. Я человек действия, потому что профессия каждого человека накладывает на него определенный отпечаток. Все военные люди – они люди действия. Принятие решения, реализация этих решений, постановка задач, контроль, выполнение – это люди действия. А когда вы говорите про политиков болтунов, вы кого имеете в виду? Ну, за более чем 20-летнюю историю Молдовы я сделал такой вывод из современной политической элиты, что у нас действует одно правило, которое применяется уже много лет. Если нельзя, но очень хочется, то чуть-чуть можно. И вот этим алгоритмом руководствуется вся политическая элита. И сегодняшняя тоже? И сегодняшняя тоже. А вы не описаетесь, что делать такие заявления, вы себе как-то обрубаете ветку, на которой сидите? Потому что с Кишиневым все-таки надо как-то сотрудничать. А я с Кишиневым всегда сотрудничал, потому что Башкан Гагаузи не может конфликтовать с правительством и рассчитывать на поддержку правительства. Поэтому все три премьер-министра, которые работали в Молдове, со всеми тремя я работал эффективно. Потому что мне надо решать вопросы региона. Я не смогу решать вопросы региона, если я буду конфликтовать с премьер-министром. И в конце концов я тоже член правительства Республики Молдова и несу солидарную ответственность за все, что происходит в этом правительстве. И за все эти годы я не позволял себе выходить и критиковать правительство, в котором я работаю. Если я с чем-то не согласен, я официально пишу письмо, я официально обращаюсь, я высказываю свою точку зрения, в том числе и премьер-министром. Ну, наверное, вы здесь были уникальным примером, потому что все остальные члены этого правительства постоянно выходили и критиковали. Особенно представители определенных партий. Но об этом попозже. Мы поговорим об этом политическом кризисе. И считаете ли вы себя в том числе ответственным из-за него? Я бы хотела начать с последней новости, которая взбудоражила весь Кишинев. Я не знаю, взбудоражила ли она Гагаузию. Наверняка, потому что в Кишиневе об этом писали очень много. О казачестве. О том, что общественные организации казачества Гагаузии запретили и им отказали в регистрации. Я хочу объяснить вообще, откуда дует ветер. Потому что буквально вчера появилась статья на иностранном сайте EuroObserver, где заявляется следующее. Появление казаков в Гагаузии говорит о явных попытках Москвы использовать гагаузов против молдавского правительства. Это опасная игра, которая могла бы привести к началу серьезного конфликта, которым воспользуется Российская Федерация. Вы согласны с этим? Ветер дует из Москвы или откуда? Нет, я с этим не согласен. Это была хорошая провокация с использованием людей, которые не совсем политически зрелые. Они рассматривали, те, кто ввязался в это дело, они рассматривали это как, своего рода, какая-то игра. Лампасы, звания там и многое другое. Тут я усматриваю некоторые элементы, которые целенаправленно бьют по Гагаузии. Ну, во-первых, кому-то выгодно представить Российскую Федерацию в очередной раз в Западном мире, как какого-то медведя неуклюжего, который насаждает в Гагаузии, отправляет казаков шашками, саблями и многое другое. Второе, напрягает эта ситуация и наших друзей из Турции, с которыми мы эффективно работаем. Ожидается визит премьер-министра Турции в Гагаузию, а мы уже более двух лет разрабатываем, внедряем, пробиваем программу, которая позволит привлечь Гагаузию. Ну, естественно, при успешном визите этого премьер-министра мы рассчитываем получить 70 миллионов долларов на три мощных, серьезных проекта. И по строительству дорог, и по водообеспечению, и по многим другим направлениям. Ну, так может быть, России не нравится, что вы так активно сотрудничаете с Турцией? А это и Турция, потому что Турция смотрит, что там происходит. Турция тоже не хочет попасть в сложное положение между Республикой Молдова и Гагаузией, потому что Турция всегда нас поддерживает. Но это одновременно бьет и по европейским нашим друзьям, с которым мы наладили хороший диалог. Шесть лет подряд мы говорим, что мы делаем из Гагаузии модель, и тут, пожалуйста, вот тебе казаки, шашки. А мы только пробили окно в Европу регионов, и Дирк Шубель приезжает и говорит, все, Гагаузия получает собственную программу 5 миллионов евро. То есть кто-то целенаправленно, одним ударом разбивает все то, что шесть лет подряд мы в Гагаузии делали. Кто? А что мы из Гагаузии делали? Мы из Гагаузии делали модель, строили нормальный диалог, взаимоотношения. Да, где-то сложно было. Кому это выгодно? Вы знаете, я тоже сам себе этот вопрос задаю, но одна особенность есть. Если проанализировать, все те, кто вступили, все, кто продвигал идею казачества, они все находятся в демократической партии. Я не берусь обвинять, допустим, в демократической партии, что это они сделали целенаправленно. Но я задаю себе вопрос, как такое могло произойти? А может быть у вас говорит обида за то, что происходит в последнее время, я имею ввиду, конфликт с народным собранием, где большинство у демпартии. Может быть, поэтому вы обвиняете демпартию? У меня нет никакого конфликта с народным собранием Гагаузии. Это народное собрание Гагаузии. Хочет со мной конфликта и хочет, чтобы я ввязался в этот конфликт. Но у меня нет задачи конфликтовать, у меня есть задача работать. Я хочу об этом конфликте поговорить чуть позже, все-таки разберемся с казачеством. Господин Бацан, кому это выгодно? Игорь там сидит. Ой, господин Антон, я прошу прощения. Видите, всегда господин Бацан в моей голове. Да нет, я не свел бы все только к этому случаю. Дело в том, что мы участвуем, наблюдаем в таком сложном, противоречивом иногда процессе становления молдавского государства. Этот процесс не имеет, на мой взгляд, гарантированного оптимистического исхода, так сказать, гарантированного, я подчеркиваю. В то же время я противник апокалиптических сценариев. И когда, если вспомнить те времена, когда Советский Союз начал, так сказать, разваливаться, то тогда выяснилось, что на территории бывшей Советской Молдавии люди очень по-разному относятся к этому процессу. И тогда возникли конфликты, которые в отсутствии политической культуры и в присутствии провокации извне привели к тому, к чему привели. В том числе возникла напряженность между Югом и Центром. В том числе и как механизм решения этой напряженности попытались 23 декабря посредством принятия закона об особом статусе Гагаузии, так сказать, закрыть эту проблему. Но я повторяю, это процесс. У нас на протяжении этого процесса, с одной стороны, мы видим то качество государственной власти, которое даже не требует вмешательства извне для того, чтобы опозориться. Провокации извне не нужны, мы сами это могем. То есть вы не видите в этом руку Москвы? Не, не, не. Я просто хочу вспомнить. Давайте вспомним Альянс за демократию и реформы. 60 мандатов, один сидел в Тирасполе, 61-й и Лашку. Казалось бы, у тебя чуть ли не конституционное большинство, коммунисты, 40 мандатов в оппозиции. Чем закончил Альянс за демократию и реформы? Развалом и созданием условий для триумфального прихода во власть партии коммунистов. Нельзя дважды войти в одну реку при условии, что это не болото. У нас уже Альянс за европейскую интеграцию. Казалось бы, вот, ребята, и поддержка невиданная извне. И, в общем-то, вся карта легла так, что давайте, делайте историю успеха из Республики Молдова. Наконец-то! Закончим с этим мазохизмом, который в Мюорице зафиксирован. Да, давайте будем делать историю успеха. Нет, мы возвращаемся к Мюорице. Так сказать, развал Альянса. И в этой ситуации, конечно, даже не требуется ничьих провокаций, извне, для того, чтобы процесс консолидации молдавского государства забуксовал. В этой ситуации я вижу действительно, ну, скажем так, ну, зачем прятаться за палец. В условиях Молдовы Российская Федерация, насколько я понимаю, применяет то, что называется soft power, то есть мягкую власть. Это официальная концепция, принятая 12 февраля этого года, в том числе упоминается в концепции внешней политики Российской Федерации. И Российская Федерация старается работать через русскоязычные регионы, как мы говорим, через красные регионы и через ГГУскую автономию. Старается. И в этой ситуации, мне кажется, ситуация с казаками – это чистой воды провокация извне. А нашим согражданам из ГГУской автономии не хватило гражданской мудрости, чтобы не поддаваться на эту провокацию. Потому что легко сваливать на кого-то. А в конечном итоге мы-то там, в общем-то, тоже несем свою долю ответственности за свое поведение. И поэтому я считаю, что здесь была такая достаточно прямолинейная попытка, так сказать, создать еще один такой нерв во взаимоотношениях автономии и центра. Но хочется верить, что эта попытка сошла на нет, и мы займемся другими, более серьезными вещами. Чтобы закрыть эту тему, Михаил Макарович, вот это общераспространенная точка зрения здесь в Кишиневе, что на самом деле Москва так или иначе причастна к появлению казаков в ГГУЗе. Вы говорите про демпартию. А демпартия-то зачем нужно, если принимать вашу точку зрения? Меня это тоже удивляет. Но, во-первых, я с вами не соглашусь. Никакой руки Москвы здесь нет. Есть просто очевидная недальновидность. Но они же не из Израиля приехали эти казачки. Очевидная недальновидность. Понимаете? Тех людей, которые в этом проекте участвовали. Что могу сказать про демократическую партию? Если 3-4 года назад я видел там потенциал достаточно интеллектуально развитых, сильных людей, в том числе возглавлял партийную организацию Александра Станегла. Достаточно грамотный человек, подготовленный человек, спокойный, уроновешенный. Я сегодня наблюдаю совершенно другую картину там. И те люди, которые сегодня собираются там, что от них ждать неизвестно. И демократическая партия, на мой взгляд, она должна пересмотреть свою кадровую политику. Но вы когда говорите это, вы на чем основываетесь? Просто когда аналитики из Кишинева говорят о руке Москвы, они основываются хотя бы на том, что казаки приехали из России. Купили билет, сели на поезд или на самолет, прилетели. А вы когда говорите, что демпартия за этим стоит, на чем основываетесь? А там, если посмотреть, как раз получается, все члены активной демократической партии и те, кто собраны вокруг демократической партии сегодня, вот они все там и сосредоточены. И я начинаю себе задавать вопрос, это было согласовано или не согласовано? Знали об этом, не знали об этом? Почему так получилось? Ни одной другой, ни коммунистов там не было, ни либерал-демократов, ни каких-то других партий там нет. Как такое могло произойти? Если посмотрим на выборы 9 и 23 сентября в Народное собрание, в прошлом году, которые состоялись для телезрителей, которые не знают выборы по мажоритарной системе, в два тура избираются 35 членов Народного собрания. То объявлены были следующие результаты по партийной принадлежности. Семь человек, это была партия коммунистов, двое либерал-демократы, один партия социалистов, остальные якобы независимые. И потом вдруг они как-то за ночь окрасились в цвета демпартий. Злые языки, которые, ну вы знаете, у нас в Молдове все имеет свою цену, даже утверждали, что есть какая-то сумма, которая, так сказать, предопределила вот этот единодушный порыв по вхождению в ряды демпартий. Но мне кажется, что здесь возобладал бизнес-подход при отсутствии понимания разницы между политикой, особенно в молдавском исполнении, и бизнесом. Потому что одно дело купить акции в каком-то предприятии, и другое дело заявить, что целая автономия стала коллективным членом какой-то партии, пренебрегая, скажем так, игнорируя специфику этой автономии. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Автономия как раз была создана, потому что есть региональная специфика. А казачество могло бы частью этого бизнес-проекта? Нет, нет. Я считаю, что здесь идет накопление напряжения между этим коллективным гипертрофированным вступлением в одну из партий и, скажем так, теми процессами, которые наблюдаются в автономии, в том числе при влиянии извне. Это моя точка зрения. И, в общем-то, Демпартия, очевидно, в не слишком отдаленном будущем будет иметь проблемы в связи с этой попыткой поспешного поглощения, объявления того, что вся автономия дружными рядами вступила в Демпартию. Но это так, предположение. Если я ошибаюсь, значит, я всего лишь простой смертный, который тоже имеет право на ошибку. Господин Пацан, все же, что является правдой в этой истории с казачеством Гагаузи? Чья провокация откуда инспирирована? Трудно ответить так. Где правда? Вот распадается Альянс за европейскую интеграцию. Ну, член Альянса... Там три правды. Правда у каждого своя. Да, нет. У каждого своя правда. И все подозревают, что рука Москвы на стороне одной из компонент Альянса. Вот появились казаки, опять предположение, что это рука Москвы. Что делают казаки на юге? Ответ. Охраняют рубежи русского мира. Есть традиции казачества на юге Молдовы? Насколько я знаю, не было таких традиций. Может быть, вы поправите? Я думаю, что достаточно мы поговорили на тему казаков. Да. Ну, я докончиваю идею. Идея. Не стоит слишком много уделять этому вопросу внимания. Сейчас ответит господин Парсен, мы перейдем к следующей теме. Я полагаю, что слабая власть, коррумпированная в Кишиневе, генерирующая проблемы в обществе, кризис, проявление слабости этой власти, она, вот эта слабость, генерирует вот такие курьезы, как появление казачества на юге. С моей точки зрения, вот потом, насколько я помню из истории, с казаками, ну, неласково обошлась и Екатерина Великая, и большевики неласково обошлись. Поэтому все эти истории, я говорю, отношение мое к появлению казачества на юге, это, скорее всего, вот как курьез. А говорить серьезно, что... Тот факт, что им отказали в регистрации, это достаточная мера, или должны и другие органы? Ну, это, скажем так, первая реакция. Вполне нормальная реакция, потому что, ну, кто такие казаки? Когда на юге есть населенные пункты, где есть местное самоуправление, где люди избирают своих советников, избирают примара, у ГГУЗов есть автономия. Вот какого рода еще объединительный, скажем так, порыв должен присутствовать для того, чтобы люди собирались в казачий круг, когда нет традиций? Поэтому я считаю, что это... Оставим казаков в покое, Михаил Макарович, объясните нам, почему под вами шатается стул Башкана в последнее время? Вы говорите, что не конфликтуете с народным собранием. Народное собрание, по-видимому, конфликтует. Вот, к примеру, 26 марта они вас лишили полномочий утверждать структуру исполнительной власти. Они не могут это лишить. Но лишили. Не лишили. Приняли закон. Они приняли закон, что будут по одному утверждать. По одному члену исполкома. Но как Башкан предлагал члену исполкома, так и предлагает. Они смогут отвергнуть кандидатуру, которую вы предложите? Могут, имеют право, потому что они преодолели вето. И сейчас дело находится... Я не согласился с этим. У меня есть один способ законный. Обратиться в судебную инстанцию и опротестовать то решение, которое они приняли. И которое я, на мой взгляд, считаю, что оно незаконное. Суд вынесет свое решение. Если суд вынесет решение, что все было принято в рамках закона, пожалуйста, я представлю вам два раза кандидатуру. Не устраивает эта кандидатура, я вам представлю другую кандидатуру. То есть не будет с моей стороны никакого конфликта. Они хотят, чтобы я в лес конфликтовал, выступал, критиковал. Я это делать не буду. Мне надо работать. Я несу ответственность перед людьми. Если за кого-то из них голосовало там 300 человек, то за Башкан и Гагузи 50 плюс 1 население. И 50 вышли не менее 50%. Более 30 тысяч человек голосовали. И я ответственный перед этими людьми за то, чтобы в Гагузи была стабильность. И вы затронули тему до этого сейчас. Они ведь уражают вами импичментом. Вот почему вас так не взлюбили они? Понимаете, мне идут сигналы. Вот оставь начальника ОВД вот этого, поставь вот этого, поставь вот этого. И все, и ты спокойно свой срок доработаешь. Откуда идут эти сигналы? Мне не надо дорабатывать. Мне надо работать. На результат работать надо. Вот сейчас уперлись начальник ОВД. Он не должен быть. Он должен быть отсюда наш местный Гагауз. И вот его надо ставить. Нет. Там будет работать профессионал, который будет бороться с преступностью. То, что он делает профессионально. И я в последнее время наблюдаю такую тенденцию, когда здесь, в Кишиневе, националисты вытесняют всех русскоговорящихся, только должны быть колерованные свои родные, унионисты должны быть. И я наблюдаю такие же процессы у себя. Только наш должен быть свой. Да нет. Если он хороший профессионал, я его с Бричан привезу. Если он хороший профессионал, я его с Кабула возьму. И вот это должно быть в республике Молдова. Я придерживаюсь этого. Профессионал должен быть. А что мы сегодня наблюдаем? Мы сегодня видим, я назвал бы это так, политические домогательства. И за это надо внести статью в уголовный кодекс. Я беру конкретный пример. Вот привожу конкретный пример. Берем компанию Молдова ГАЗ. В Гагаузе ее берем. Были времена коммунистов. Все повально должны быть коммунистами. Поменялась ситуация. Пришли демократы. Все повально должны написать заявление и вступить в демократическую партию. Что мы делаем с этими людьми? Мы идем в Европу и строим Европу. Такую Европу мы строим. Это демократическая Европа. Что мы делаем с этими людьми? Мы уничтожаем их человеческое самолюбие, достоинство. Заставляя их. А ему некуда деваться. Если он не напишет заявление, что он вступает в эту партию, его просто уволят с работы. А человек дорожит своим рабочим местом. Он хочет кормить свою семью. Но неужели он заставляет вступать только в эту партию? Всего не за эту ябро, в другую. Да, все партии так поступают. Вот каждое министерство, каждое министерство, вот с этим я не могу согласиться. Понимаете? Оставьте вы этих людей в покое. Он сам придет на избирательный уровень, он сам выберет. Есть доставшие телевидения, масс-медиа, но нельзя заставлять это. Вот сейчас идет, сейчас будет очередная смена в Чадролунском, мол, телекоме. Профессионала уберут и поставят очередного члена партии. Абсолютно не подготовлено. Я абсолютно в этом уверен. Опять той же самой партии? Естественно. И это не только демократическая партия. И другие партии так поступают. И ГИМПУ, и ЛДПМ тоже такие элементы такие есть. Неправильно это все. Мы такой, понимаете, вот когда 17 лет назад, я действительно поверил, что да, это европейская демократия, это очень хорошо. Я был очень большой демократ. И всегда старался поступать так, вот по тем каким-то критериям высоким, европейским демократическим стандартам, которые есть. Я всегда старался так поступать. Но я сейчас разочаровался. То, что я наблюдаю в молдавской политике, это не демократия. Это откат назад, где-то, ну, намного, даже не 8, а 10-15 лет назад откат. Михаил Макарович, все поверили, все разочаровались. Все поверили, все разочаровались. Господин Анатольевич, в чем все же суть к международным собраниям Башкана? В том, что говорит господин Башкан, мне кажется, есть несколько уровней проблемы. Одна из проблем заключается в том, что, я просто хочу быть правильно понятым, вот когда смотришь на то, что происходит на юге, смотришь на решения, которые принимались на протяжении всех этих лет народным собранием в особенности, смотришь и на закон 94-го года, уложение автономии, которое было принято 5 июня 98-го года, если мне не изменяет память, то я задаюсь вопросом, а для чего была создана эта автономия? Я не подвергаю сомнению необходимости ее существования. Она существует. А вот для чего? Потому что только сейчас, в 2013 году, я услышал о планах открыть лицей на гагаузском языке. И мы с вами видели те исследования, что мы проводили, социологические, в том числе, в гагаузской автономии. По моему разумению, 94-й год это был тот парламент, который мы имели. Вот господин Бацан, может, мне поможет, так сказать, с мнением Венецианской комиссии. То есть, закон о гагаузской автономии отражал нашу ментальность, о которой мы много говорим, в том числе и наши советские представления об автономии. И вот то, что вы говорите, когда в автономии решается, и кто будет прокурором, и кто будет во главе МВД, и СИБА, и там, не знаю, кто еще, пожарник, налоговая, и все это, все подряд, то это, скажем так, создаются условия, предпосылки для изоляционизма, но не для интеграции. И когда мы еще вспомним 2002 год, тот конфликт, который возник между центральной властью, Владимир Воронин и Дмитрий Кройтер, Башкан был, так когда 18 февраля 2002 года президент страны призвал население автономии выйти на референдум, чтобы отправить в отставку Башкана, так президент страны нарушил конституцию и законодательство этой страны. Потому что кто-то показал ему уложение. Уложение по определению должно соответствовать закону. Оно не соответствует. И он руководствовался тем уложением. И получилось так, что президент страны призывал к нарушению закона. Но эта нестыковка существует по сей день. Я вынуждена вас прерывать. Вы задали очень правильный вопрос. Зачем нужна автономия? Кому она нужна? И чего она хочет? На этот вопрос вас попрошу ответить после короткой паузы. Все шесть лет. Оставайтесь с нами. Все шесть лет. Мы вернули в студию специальный гость сегодняшней программы. Башкан Гагаузия, Михаил Формузал. Господин Формузал, все же, зачем была создана автономия? Зачем она была нужна? Чего хочет Гагаузия? Хочет ли она с Молдовой? Не хочет и так далее. Потому что эти вопросы в центре задают очень часто. Седьмой год, как наша команда работает. И седьмой год, мы все время демонстрируем Гагаузскую модель, что эта модель востребована сегодня в мире. Но она нуждается в поддержке. И мы все эти семь лет и со старым руководством Воронином, и с новым руководством находили общий язык, реализовывали какие-то собственные программы развития. А в чем заключается эта Гагаузская модель? Гагаузская модель, она может быть моделью для многих стран, где существуют подобные конфликты. Это и Нагорный Карабах, это и Баски, это и Великобритания есть вопросы. И во многих странах мира есть такие проблемы. А Гагаузская модель, она все-таки мирным путем был решен сложный вопрос. Он мирным путем был. Да, есть недоработки, есть недостатки. Тот закон, который был принят в 1994 году, до сегодняшнего дня, его не привели в соответствие. И огромный пласт работы, который надо делать. Но у нас есть и преимущества. Мы реализуем собственные программы развития. Я могу десятки этих программ назвать, которые мы реализовали, и которые дали позитивный эффект. И этот эффект позитивный может быть применим во всех регионах Республики Молдова. Взять ту же газификацию. Было 71% газификации, сейчас 91,5% газификации. И при этом газификацию мы собственную программу сделали. Сами нашли деньги. И трассы по улицам проводили за счет бюджета. От человека только требовалось, чтобы он подключился к этой трассе. Эта великолепная программа была нами разработана и реализована. И она сегодня может быть применимой в Молдове. Тот же водопровод на 20% повысит обеспечение населения водопроводными сетями. Если взять систему здравоохранения, ту программу здоровья нации, которую мы реализуем в Гагаузии, более 150 миллионов лей мы вложили в систему здравоохранения. И у нас есть огромный потенциал, который надо еще задействовать. Мы отправляем своих врачей, наша программа, они проходят стажировку в Турции, получают оттуда оборудование, получают поддержку. По многим секторам взять сферу образования. Везде собственная программа развития. Мы говорим про развитие гагаузского языка. Да, нам еще очень много предстоит делать, и мы будем это делать. У нас будет свой кодекс об образовании, где преподавание будет обучение на трех языках. Если говорить еще одна программа... Есть много вопросов по государственному языку в Гагаузии. Большинство, которые пришли к вам на нашу страничку в Фейсбуке, касаются этого вопроса. Вот по государственному языку. Вас обвиняют в том, что не поддерживаете государственный язык в Гагаузии. Другие, наоборот, спрашивают вас. А власти центральные что-то для этого делают вообще? А не инвестируют? Можно я скажу тоже по этому вопросу? Значит, по государственному языку. Без поддержки из центра мы сами вышли на консульство в Кагуле. Мы сами вышли на университет Нижнего Дуная. Мы заключили с ними контракт. Мы отправляем своих педагогов на лингвистическую практику туда. Они получают там лингвистическую практику. Сейчас мы идем на второй этап. Они могут здесь, на территории Гагаузии, поступить в Нижний Дунайский университет, сдать магистратуру. И они будут здесь, на территории, будут приезжать, читать здесь и повышать мастерство, профессионализм наших педагогов. Мы этими вопросами занимаемся. Но должна быть и государственная поддержка. Как мы можем сегодня говорить о больших успехах в развитии гагаузского языка, когда нет отдельных программ со стороны поддержки государства, в том числе и выделения финансов? Вот я буквально сегодня подписал письмо, обратился к премьеру в очередной раз за поддержкой на 400 тысяч ле и издание книг на гагаузском языке. Мы говорим, зачем нужна была гагаузия? Если раньше я сам лично 10% говорил на гагаузском языке, а 90% на русском, я сегодня 50% говорю на гагаузском, 50% на русском. И более того, я начал говорить еще и на молдавском. То есть все три языка начинают применяться. Даже если все заговорят на гагаузском языке в гагаузе, это не решит лингвистическую проблему. Проблема в том, что сейчас растет поколение румыноязычных, которые плохо знают русский язык. В гагаузе, и не только в гагаузе, в Кишиневе, в Бельцах, в Тараклии, растет поколение молодых людей, которые не понимают румынский или государственный. Я не соглашусь с вами, потому что в наших школах... Как они через 10 лет друг друга поймут? В наших школах, в наших лицеях идет хорошее образование, и вы сами убедитесь в этом, через 10-15 лет все будут спокойно говорить на государственном языке. Но бакалавр ведь провалили. Не провалили бакалавр. Абсолютно. В прошлом году сдали бакалавр, 6 человек не сдали. В позапрошлыми. В позапрошлом тесты были неадекватные. Неадекватные были тесты. И мы доказали, что они были чрезмерно загружены, и даже сами педагоги это признали. Что эти тесты были просто чрезмерно загруженными тестами. Но все же вину за эту проблему нужно возложить на плечи гагаузских властей или центральных? Нет, центральных властей. Конечно же центральных властей. Я просто хотел бы привлечь внимание к следующим аспектам. Кто сейчас помнит 31 августа, 1 сентября 89-го года страсти, народ на площади, там обмороки вокруг театра, голосование, там тралала. Голосовали законы о языках. Голосование было в Советской Социалистической Республике Молдавии, которая была в составе СССР. Сегодня 2013 год, на минуточку. Но тот закон, который был принят в Советской Молдавии в составе СССР, так и остался неизмененным. Неужели ничего в нашей жизни не изменилось? Не надо адаптировать. Второй момент. У нас есть законы о образовании. Там тоже свои какие-то положения. И когда мы писали эту работу, Игорь тоже был соавтором, и мы представляли и в Камраде, и господин Башкан приехал на представление в Кишинев вместе с другими шестью депутатами из парламента. В общем-то, мы пытались привлечь внимание, я повторяю, что это процесс. Нельзя идти, скажем так, пафосно говоря, в будущее на основе законодательства того, которое мы были в Советском Союзе. Сейчас это нужно адаптировать к этим реалиям. Ну сколько может длиться вот это, скажем так, уже нет слов, чтобы не ругаться в прямом эфире, игра с названием языков. То есть, как его только не крутят, но уже, наверное, надоело всем. Но мы должны уже как-то привыкнуть, что есть Австрия, есть Германия. В Австрии немецкий язык, и в Германии немецкий язык, и в Австрии учат немецкий язык и литературу, и в Германии. Но никто не подвергает сомнению существования Австрии как отдельного нейтрального государства и так далее, и так далее. И не пугает он шлюзом. Они спят спокойно, с кем придется. То есть, в этом смысле. А мы вот все продолжаем бороться с этими химерами. И когда на национальном уровне нет государственной политики, да, тогда, соответственно, автономия оказывается предоставленная сама себе. И получается такая ситуация, что, если смотреть на социологические опросы, то в автономии зафиксирован фактически билингвизм. Это русско-гагаузский, поднимается постепенно роль гагаузского языка. Но румынский язык, он внедряется очень медленно. И здесь я действительно вас поддержу. Еще несколько лет назад мы писали какой-то проект. Приходит молодая ассистентка ко мне и говорит, «Дом, Антой, помогите написать письмо на русском». Потому что она говорит по-русски, кокетничает по-русски, но писать уже не может. Поэтому письмо нужно было адресовать в камрад господину Башкану. Поэтому я говорю, надо некоторые вопросы убрать из политической сферы. А именно интеграцию общества, в том числе через языковую политику. Не через ассимиляцию, не через исключение, а интеграцию. Чтобы мы все чувствовали гражданами Республики Молдова. Потому что есть сферы, где не может государство на пяти языках готовить врачей. А молодые люди из гагойской автономии имеют точно такое же право становиться врачом, обучаясь в Кишиневе, как и Кишиневский, как и Бельский, Аргеевский или Изединца. Но это нужно только на одном языке врачей нужно готовить. Да, при этом они должны говорить по-английски. Да, в гагойской автономии они должны пройти, может, стажировку в Турции и знать минимум какой-то на гагойском языке. Но нет государственной политики. И поэтому получается, что искусственно спекулируются и возбуждаются различные вопросы в зависимости от политической конъюнктуры. Но отсутствие этой политики нет. Государственная политика есть. Я с вами не соглашусь. Нет, ну извините. Она есть по выдавливанию всего русскоговорящего. Она есть. Ну кто выдавливает? Вот сейчас опять выступает и говорит, только будет румынский язык. Сейчас либералы опять только румынский язык. И как только говорят это, в Гагаузии сразу раз русскоязычные, украинцы там. Все начинают напоминать. Но ведь это же говорит только одна единственная партия. Слушайте, но это должны быть государственники. Они должны отдавать себе отчет, что они говорят. Они консолидируют 5% своего электората, а все общество становится в напряжении. Зачем это делать? Не становится, Михаил Макарович. Если мы завтра пойдем с вами на центральный базар и начнем обсуждать языковые вопросы, на нас начнут плеваться. Там люди интересуют деньги. У нас вопрос языковый в Гагаузии не стоит. Вы можете говорить на молдавском, вы можете говорить на русском, вы можете говорить на гагаузском. Пожалуйста, никто не препятствует. Идите в Камрад, послушайте. Говорят и на молдавском, и на болгарском, и на русском. Какой хочешь. И на украинском говорят. Слушай, почему центр закрывает глаза на эту проблему? Нас это не напрягает. Почему центр закрывает глаза на эту проблему, не решает ее? Ну, надо понимать, что не все и в государстве стабильно. Политические партии играют в свои игры, они консолидируют свой электорат, они работают на каком-то сегменте своем. Но общегосударственного понимания нет до сегодняшнего дня. Мы уже больше 20 лет шарахаемся между Востоком и Западом. Куда пойдем? До сих пор никто ничего не знает. Одни говорят, так, идем сейчас на Восток. Потом власть поменялась. Что хочет избиратель? Избиратель хочет Европу. Все, бежим в Европу. Завтра избиратель хочет на Восток. Все, бежим на Восток. Но должны быть интересы у нашего государства. Свои собственные, разработанные интересы. И тогда к нам уважительно будет относиться и Европа, и Восток. Потому что мы четко обозначим свои интересы. Куда бы мы ни хотели, все равно языковую проблему нужно решать. Ваше мнение? Центр за все эти 7 лет сделал что-то для того, чтобы проблему решить? Кое-что сделал, но недостаточно. И надо выделять на эти цели, на эти программы больше финансового надо выделять. Сколько денег они сейчас выделяют? На изучение государственного языка в Гагаузе? Вы знаете, мы изучаем государственный язык по тем программам, которые есть в Республике Молдова. И стандарты финансирования одинаковые. Нас ничем не выделяют на общем фоне. Программа, стандарты одинаковые. Но есть еще один момент, вы меня извините. Дело в том, что если есть государство, и молодой человек или барышня оканчивает гимназию. Но она должна говорить, или они должны говорить на этом языке. Почему это такая проблема? Это же не проблема. Извините, я закончу, Михаил Макарович. Дело в том, что я повторяю, что у нас такое государство, что прошлое, так псевдоязыковые проблемы эксплуатируются политиками для того, чтобы окучивать свой сегмент электората. И ничего более. И у нас еще не было той власти. Я участвовал с одним... Ну хорошо, Александру Танасе. Это было. Я участвовал в передаче на Воча Басараби. Я говорю, в Молдове не было ни еще одной власти государственника. Он как-то... Говорю, нет, не в том смысле, как Назарея государственника, а в том смысле, которые понимали бы, что значит построить функциональное государство, правовое, демократическое государство. Этого не было и пока что нет. И мы видим вот такой вот, кто в лес, кто под рова. Поэтому не надо мне говорить, кто что сказал в Кишиневе. Вы прекрасно знаете. Вы говорите, что нужны деньги. Поэтому, если бы давали больше денег, то меньше бы волновало, кто что говорит. К сожалению, мы не поднимаем экономику. Поступления в бюджет недостаточны для того, чтобы и так далее, и так далее. Некоторые проблемы происходят от бедности. А бедность происходит из того, что нашей власти на протяжении многих лет мы не имеем государственников. Хватательный рефлекс развит у всех, независимо от политического окраса. А так, чтобы создать национальную экономику, создавать правовое государство, в котором была бы судебная власть, в котором бы люди уважали эту власть, чувствовали себя защищенными, этого нет. Поэтому мы здесь можем... Это не языковая проблема. Это проблема того, что у нас еще нет того объединяющего начала в обществе, которое привело бы к созданию такой власти, которое бы создало бы, наконец, это государство. Чтобы мы, наконец, хоть одну проблему-то решили бы. Ну, сколько можно толочь воду в ступе? Я уже устал слышать про эти псевдоязыковые проблемы. Что молодежь из воздуха хватает языки, когда ей надо. А у нас еще получается так, что молодежь, определенный сегмент в этом обществе думает, а зачем мне этот язык, если я все равно отсюда уеду? Господин Анатолий, в том-то и проблема. Я не согласна с вами. Я языковая проблема есть. Это правильно, что вы не согласны. Я языковая проблема есть. Я выпускница русскоязычного лицея в Кишиневе. У нас был экспериментальный лицей, румыно-русский лицей. Я училась в русском классе. Нам, даже преподаватели румынского языка говорили, «Да ладно, зачем вам? Все равно вы в Москву поедете. Ну а зачем тот преподаватель получал зарплату? Я хочу понять». А в других лицеях румыноязычных говорят, «Да зачем вам? Вы же все равно в ЯСА поедете». И вот так вот одни отправляют в Россию, другие отправляют в Румынию. А мы здесь не остаемся. Так я говорю государственно. Это преподаватели получали зарплату из бюджета. И должна быть государственная политика. А не то, что кто что сказал. Мне просто интересно. Вы вообще общайтесь с тем, что мы живем на замедленной бомбе. Потому что через 10-15 лет у нас будет два поколения, которые друг друга не будут понимать. Да нет. Да будут они понимать все. Наши дети, не только в Гагаузии, они и в Бритчанах, и там, где украинцы, они учат государственный язык. И кто имеет желание поступить, учиться в Кишиневе на государственном языке, поверьте мне, поступает и учится. Мы создали условия у себя, такие, что любой выпускник, если он хочет учиться в Турции, мы его отправляем учиться в Турцию. Если он хочет учиться в России, Украине, Белоруссии, Азербайджан, Польше, мы его туда отправляем. Мы создали такие условия для своих выпускников. Каждый седьмой учится за рубежом на бюджетной основе. Мы создали эти условия. И мы об этом не кричим на каждом углу. Мы просто заботимся о своих детях. Мы это делаем. Теперь по языковой проблеме. Не будет ее. Пройдет 10-15 лет. Ничего проблемной. Будет это. Но не надо торопить эти события. Понимаете? Когда люди слышат, все, только румынский язык и больше ничего. Но почему 5-7% озабоченных, я по-другому их назвать не могу, они навязывают свою точку зрения всей республики Молдова и будоражат всю республику Молдова. Да больше терпения надо друг другу. Больше уважения. Больше взаимопонимания. Седьмой год подряд вся команда моя только этими занята. Диалог с центром. Стараемся обходить острые углы. Стараемся где-то что-то внедрить интересное, новое. Стал получать какую-то поддержку, понимаете, тем программам, проектам, которые мы реализуем. И тут, пожалуйста, сейчас опять начинаются политические эти игры. Приближаются выборы. Ну так, опять приближаются выборы. Это знак того, что приближаются выборы? Или почему вновь появились эти выборы? Я полагаю, да, что приближаются выборы. Возможно, не будут, возможно, не будет выборов. Но надо отвечать на ваши вопросы. Зачем нужна автономия Гагаузии? Я полагаю, что вопрос уже не правомерный, потому что был конфликт. Решение конфликта имеется в законе об особом статусе Гагаузии. Я полагаю, что это разумное решение. Есть такая необходимость самоидентификации сообщностей. Гагаузы решили, что им будет удобно решать свои особенные проблемы в рамках автономии. И, как говорится, если у них есть эта автономия, то она уже не подвергается сомнению. Можно говорить, обсуждать, как улучшать качество функционирования этой автономии на территории Республики Молдова. Потому что из личного опыта, я знаю, из общения с дипломатами, они говорят, у вас есть прекрасный пример разрешения этнической проблемы. Ну вот, Гагаузию приводят в пример. Они считают, что это удачный, хороший пример. Поэтому Молдове, учитывая, что все-таки удалось решить эту проблему, я думаю, для решения имиджевых проблем на европейском уровне, использовать Гагаузскую проблему в положительном смысле, это благо для страны. Вы знаете, я иногда прибегаю к всяким метафорам. Я считаю, что Гагаузская автономия и проблема Гагауза, это как приправа к хорошей, скажем так, национальной кухне для молдавской, скажем так, если можно так выразиться. То есть в этом больше позитива, чем негатива. А проблемы языковые, ну извините, у нас была программа, которую мы развивали в Гагаузии. Там нормальная молодежь, открытая, хорошо образованная, разговаривают. Они и на румынском, и на русском, и на гагаузском стремятся изучать английский. Да, то есть нормальные люди, которые спрашиваешь о проблемах, которые мы сегодня обсуждаем. Они говорят, ну государственный язык надо изучать, потому что надо как-то увеличивать свои шансы для того, чтобы как-то войти в поток на национальном уровне. Талантливые люди рождаются везде, и на севере, и на юге. И если власть центральная ответственная, она должна заботиться о том, чтобы талантливые люди на юге, в Гагаузии, в Тараклии, могли как-то способствовать развитию этой страны. То есть здесь, скорее всего, как сказал господин Антой, можно развивать, и было бы желательно, если бы центральная власть развивала специальные программы, но если не доходят руки до решения этих проблем, я думаю, люди сами найдут решение. Главное, не создавать искусственных напряжений в отношении центра и региона. По поводу выхода на национальную орбиту, насколько активно участвуют региональные элиты в том, что происходит вообще в целом в стране? Вот ваше мнение, отношения центра и региона, насколько хорошо строятся? Центр и региона достаточно сложные отношения. Как правило, это отношения начальника и подчиненного. И наша точка зрения, что... Даже в случае с автономией? Ну, приблизительно так получается, к сожалению. Хотя автономия находится в более выгодном положении, поскольку есть законодательный орган Народное собрание Гагаузии, который имеет право принимать решения на местном уровне, в том числе и по инвестиционному климату, и по другим программам, которые мы утверждаем. Вот. Я небольшую ремарочку, то, что Игорь говорил. Мы отдаем себе отчет, что знание языков – это богатство. Поэтому все четыре языка на территории Гагаузии мы уделяем очень большое значение. И английский учат, и молдавский учат, и гагаузский, и русский учат. И мы будем сохранять все эти языки, будем развивать и усиливать. И нам даже говорить об этом не надо. Мы сами это сделаем, потому что мы понимаем, что наши дети будут конкурентоспособные. Те, кто сегодня вытесняет русский язык и говорит достаточно одного английского, достаточно одного государственного языка, они обкрадывают будущее собственных детей. Мы у своих детей будущее не воруем. Мы стараемся создать для них будущее. А те, кто вытесняет язык, они совершают большую ошибку. Я могу, сегодня прочитал в интернете, что в Эстонии на 18% увеличилось количество эстонцев, изучающих русский язык. Зачем терять то богатство, которое мы имели? Зачем его терять? Слушать каких-то там озабоченных либералов, ратующих за чистоту одного языка? Если можно, давайте оставим в покое, пожалуйста. Вы сами сказали про 5%. Мы можем оставить их в покое. Давайте будем говорить про 95%. Никто не говорит о том, что кто-то должен забыть или исключить русский язык. Мы говорим о том, что еще уровень интеграции некоторых сегментов граждан Республики Молдовы оставляет желать лучшего именно из-за того, что существует проблема знания и незнания румынского языка. Я закончу мысль. Я отношусь к тому поколению, которое было на баррикадах, которых язык делил, которые использовали язык в качестве дубины, в качестве водораздела. Сейчас появилось поколение молодых. Кто-то их называл поколением Пепси. Я предпочитаю называть их поколением интернета. Для которых многоязычие нормы, которые не прошли через тот шок развала союза, апокалиптических сценариев, походов волонтеров или все что угодно. Они по-другому это воспринимают. И просто нужно создать условия для того, чтобы они не идеальны. Совершенно верно. Господин Антоний, я хочу добавить. Сейчас пасхальный пост. Самый раз вспомнить апостола Павла, который родился в Тарсусе в Малой Азии. Он был иудеем, естественно, знал иудейский язык. Он был гражданином Рийской империи, он знал латинский язык. Он, естественно, знал греческий язык, естественно, знал арамейский язык. То есть, вот пример для христианской Молдовы. Ну, я полагаю, это хороший пример. И еще добавление время. Вы сказали условия. Время должно пройти. И должна среда появиться. Да, сожреть среда должна быть. Мой отец великолепно говорит на государственном языке. Мой дед великолепно говорит на государственном. Неужто русские оккупанты постарались? Ладно, оставим, пожалуйста, этот вопрос. Люди выучат язык, только не надо эту тему педалировать и трогать ее не надо. Оставим эту тему, вернемся к вопросу о отношении центра Гагаузия. Ваше мнение, достаточно внимания уделяется регионам в целом и Гагаузии в частности? Нет, недостаточно уделяется. И особенно в последнее время те механизмы, которые применяются, я вообще не понимаю. Европейцы дают нам ресурсы. Потом эти ресурсы распределяются таким образом, что это мое министерство. А вот в том районе у меня мой примар. Значит, я ему деньги дам. А вот там в соседнем селе примар не мой, он у меня грант не выиграет. То есть даже европейские деньги мы умудряемся извращенно использовать, создавая дисбаланс в развитии регионов. Неправильно это все. А европейцы почему молчат? Ну, европейцы что молчат? Вот. Видимо, они не могут додуматься, что такое возможно в современном мире. Вы думаете, они не могут додуматься. Мне кажется, они уже додумались. Они уже додумались до всего. Я привожу такой пример. В одном населенном пункте в Гагаузии принимают решение дать 700 тысяч на уличное освещение. Я спрашиваю, ну как вы могли такое решение принять? 700 тысяч на уличное освещение. Да, людям хорошо будет. Сделали уличное освещение. О, смотри, наша партия вам дала свет. Да, но за этот свет каждый день примар должен платить деньги. А у него в бюджет на это денег не закладывается. Зачем вы это сделали? Вы улучшите 700 тысяч, пустите на утепление школы, поменяйте окна, поменяйте котельную, модернизируйте ее. И тогда вы каждый год будете экономить энную сумму денег, потом вы можете ее направить на другие цели своего населенного пункта. Никого-то не интересует. Неэффективное использование этих средств. Регионы должны развиваться комплексно, как цельный организм. У нас Кишинев, выехали за Кишинев, все. Свет, газ, вода, электроэнергия, канализация, дороги, ничего нет. Ну, сложности. Большие сложности. Я просто фразу хочу сказать. То, что сказал Михаил Макарович, это ничего нового. У нас же ведь как не было местной автономии, так ее и нет на национальном уровне. Вот вы говорите про регион, и получается так, что закон 1994 года дает вам возможность быть до некоторой степени самостоятельным. Но в целом по стране были советские районы, ввели жудец, не довели дело до конца, порушили жудец, вернулись к советским районам, которые априори не жизнеспособны. И не имеют экономической базы для своего существования. И существует эта унизительная система, что я добрался до власти в Кишиневе, ты такой, такого цвета тебе дают, ты другого цвета, я тебе не даю. И нет никакой местной автономии. И существует эта позорная практика дискриминации жителей различных населенных пунктов из-за того, что вот окрас того или иного примара. Это национальная проблема. Короткая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Михаил Макарович, может быть для того, чтобы регионы принимали более активное участие на национальном уровне, имеет смысл активнее заниматься вашей партией регионов? Ничего не слышно. Год, два года назад вы ее создали. И особо-то пресса не пишет. Ну полтора года назад мы создали. Мы создаем на местах команды. И команды из региональной элиты. Ответственная элита, государственная элита, которая будет реализовать программы развития собственного региона. Естественно, что это будет в рамках общегосударственных программ. И есть четкое видение. Мы считаем, что регионы, обладая, за последние годы особенно много выросло новых региональных лидеров, которым дорога в Кишинев закрыта. Надо быть на наш сват, там брат в партии. У нас другое видение. Мы считаем, что региональная элита должна прийти сюда, в Кишинев, внести новую струю, чтобы забота была не только, не заканчивалась комфортная жизнь в пределах Кишинева. И то здесь, в Кишиневе, тоже много проблем. А чтобы и регионы комплексно развивались, человеческий организм, он нормально функционирует тогда, когда все органы нормально работают. А каковы гарантии, что вы придете в парламент, и точно так же не поступите, как действующие, либо прошлые политики, которые очень быстро забывают о том, откуда пришли, привыкая к Кишиневскому комфорту? У нас есть четкое видение. По всем основным проблемам нашей страны у нас есть четкое видение. Мы знаем, что мы должны делать на Западе, как построить политику по отношению к Западу. Мы знаем, как построить свою политику по отношению к Востоку. У нас на все есть четкие, выверенные ответы, которые отвечают интересам, прежде всего, человека, простого человека. Сколько вас? Сколько ячеек? В каких регионах? Ну, 4,5 тысячи членов партии. Но, опять же, мы не гонимся за количеством... Вот те члены партии, которые сегодня заставляют их масса уступать, и говорят, у нас 50 тысяч членов, 60, нам это не надо. Нам нужны единомышленники. Если у нас есть 10 человек в населенном пункте, достаточно этих 10 человек, чтобы они нашли единомышленник, и не обязательно вступать в партию. Мы вам готовы, будем дать возможность, если вы обладаете качествами, лидерами, вы хотите работать, мы вам дадим партийный бренд, даже не вступая в партию. Но идите, принесите пользу своему населенному пункту. У нас немножко другое видение. Господин Бацан, я бы сказала, самый лучший эксперт в области политических партий в Республике Молдова. Хочу вас спросить, не слишком ли наивно? Звучит красиво, но не слишком ли наивно? Вы знаете мою формулу. Сначала ввязываются, по ходу дела смотрят, что получится. Я полагаю, что это правильная формула. Ее использовал Наполеон, потом Владимир Ильич Ленин. Вот сейчас господин Формузал. Но у меня есть вопросы, на которые я не получил ответ. Извините, я буду настаивать. Вот суть конфликта в Камрате. Это борьба за рычаги власти. Вот я так понял, что это борьба за доступ к рычагам власти. Это мой первый вопрос. Это борьба клановая или все-таки политическая? И третий вопрос, связанный с вашим конфликтом. Кто разрешает конфликт между Башканом и Народным собранием? Насколько разработаны механизмы разрешения этих конфликтов? Могу я, как гражданин Республики Молдова, быть уверенным, что на юге все спокойно. Нормальная политическая борьба. Не существует никакой опасности для того, чтобы, скажем так, на юге произошла серьезная дестабилизация. Прежде чем вы ответите, я процитирую экс-посла Республики Молдова в Турции Федора Ангели, который по поводу этого конфликта сказал, к сожалению, вместо совместной созидательной работы лбами упираются две соперничающие группы. Все очень просто. Так это все-таки группы или все-таки это политическое поле на юге? Она форматирована, если можно так выразиться, компьютерным языком. Там есть партии, скажем, фракции в Народном собрании. Они представляют национальные партии или какие-то местные структуры? Вот мне-то сейчас не ясно. Я объясню вам почему. Достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что там много составляющих и много центров влияния. В том числе и клановые, в том числе и партийные. Ну и одно из направлений это мне сигнал, что уймись со своей партией регионов. А может быть они вас толкают на национальный уровень? Я не знаю. Идея простая. Через полтора года у вас истекает второй мандат. Вам придется начать политическую борьбу на национальном уровне. Вы знаете, накопил определенный жизненный опыт. И почему бы этот опыт не реализовать в масштабах республики Молдова? Тем более есть собственные наработки и много позитивных программ, которые мы там реализовали. Есть люди, которые поддерживают эти идеи. И есть единомышленники. И эти единомышленники есть во всех районах республики Молдова, которые понимают, что мы делаем. И самое главное, когда мы говорим на местном уровне, мы хорошо владеем ситуацией на местном уровне. Какие болевые проблемы? Вы затронули тот вопрос, который вы задали. Кто может разрешить? А сложность большая есть. Вот если какой-то парламент принял закон, и этот закон на взгляд какой-то политической партии не соответствует Конституции Республики Молдова, что делает парламентарий? Он обращается в Конституционный суд, Конституционный суд рассматривает. Кто должен в Гагаузии рассматривать вопросы? Если Башкан понимает под одним углом зрения проблему, а Народное Собрание понимает под другим. Кто арбитр? Это как раз, извините, то, о чем я говорил, что вопрос не доведен до конца по юридической основе нормально функционирующей автономии. Игорь Зуниев, в котором был бы предусмотрен и механизм разрешения конфликтных ситуаций. Да. Но я хочу успокоить всех жителей Молдовы. Никакой дестабилизации на юге не будет. А можно вопрос? Не будет. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вот эта политика, которую мы проводим уже седьмой год, стабильного, предсказуемого региона... Я более прямой, извините, можно ли трактовать проблему так, которая появилась, что господин Формузал Башкан более тесно работал с партией господина премьер-министра, а вот большинство нынешнее в Гагаузии, оно, насколько я понимаю, представляет уже демократическую партию. Может борьба между двумя владами как-то реплицируется на уровне региональном? Я не думаю, что это основная причина. Понимаете, партия Владимира Филата, она работает правый центр на правом фланге. А в Гагаузии электорат, вы думали, он подтвердит, там электорат-центр и левый центр. И электорат идеи социальной справедливости там близки. Значит, там поле деятельности только для трех сил. Но все же видели, как господин премьер-министр оседал в Альфрама в вашем присутствии. Разве это не было сигналом, что есть сближение особенно? Объясни, что в Альфраме это жеребец. А как вообще он выживает, кстати? Значит, я доскажу свою мысль до конца. Так вот, Гагаузия представляет очень большой интерес для партии коммунистов и для демократической партии. Поскольку там можно получить голоса. Соответственно, появление партии регионов с лидером Формузалом там вызывает очень много вопросов. И мне много поступало сигналов разных. От угроз до предложений. Я получал эти сигналы. И угрозы были все. Ну а как вам угрожали? Чем? Уголовными делами? Ну, мне уже... Ну, при коммунистах у вас было 80. Дали понять, да. Сейчас вам чем угрожают? Ну как, уголовными делами? Чем еще? Я хочу понять, какими. Ну, говорили там многие вещи. Я не хочу на этом акцентироваться. Запугать меня не удастся. У нас есть своя стратегия. Стратегия, как поднять регионы. Как эту элиту привести к власти. Но, извините, насчет регионов. Это намек на то, что вы будете потом, впоследствии, проталкивать идею федерализации или нет? У нас четко написано, что Молдова должна быть единой. В какой форме? Федерализация нас не пугает. Нас это слово не пугает. Тишинек пугает. Тишинек может пугать, но для нас важно, как китайцы говорят, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Как только Молдова будет единая, все, разговор о временном проекте под названием государство молдавское завершится, и на этом вопрос все успокоится. Потому что страна должна быть единой. Нас слово федерации не пугает. Я уже заскучал. Я уже заскучал. Я скучал в первой половине. Дело в том, что насчет временного проекта мне уже надоело это слышать. Кормятся тут все более-менее прилично, и в том числе, которые кричат про временность проекта. У меня к вам другой вопрос. Вот я был приятно впечатлен, когда увидел по интернету, что господин Дирк Шубель приехал в Камрад, и услышал цифру 5 миллионов евро, что люди стали писать конкретные проекты. Да? Да. То есть это окей, конкретно. В то же время, где-то 19 марта было заявлено, кстати, на сайте Единая Гагаузия, что в 18 апреля в Камрате будет проведена конференция по, как там называется, евразийское... Сотрудничество. Нет, подождите, как-то... Да. И участники конференции станут выдающиеся ученые политические деятели из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы. Не знаю, кто из Молдовы будет, но среди выдающихся участников из России я прочел про Рому Худякова, депутат Государственной Думы. Но Рома – это и есть Рома Худяков. Его в Террасполе хорошо знают, в том числе те, которые его похитили в раздетом виде, почему-то вывезли 25-26 декабря 2011 года под Рыбницу, а его BMW X6 обнаружили с его одеждой. Понимаете, Михаил Макарович, ну вот как-то не стыкуется 5 миллионов евро, которые дает Евросоюз, и Рома Худяков в качестве выдающегося государственного деятеля, не зная чего. Но тут как-то надо определяться, тем более, что эта конференция проводит и с полком, то есть это напрямую вы. То есть это... И я что-то не могу понять, что меня может научить Рома Худяков? Это ничтожество, которое, так сказать, кормилось вокруг, так сказать... Я не даю персональной оценки. А я даю, потому что он топтал, вытирал ноги Республику Молдова. Значит, я что хочу сказать по этому поводу. Гагаузия проводит свою собственную политику поиска друзей региона. И эта политика дает нам позитив. Большой позитив. Скажи мне, как твой друг, я скажу, кто ты. Только Турция. Более 100 миллионов лей за те годы, что команда моя работает, оказала поддержку в реализации многих социально значимых проектов Гагаузии. Российская Федерация. Более 100 миллионов. И то, что мы сейчас работаем с Европой, а современная Европа, это Европа регионов, и получать оттуда будем ресурсы, это говорит о том, что мы правильно определили цели, задачи, свои приоритеты. Чему меня может научить Рома Худяков? Теперь. Но вы же не гагаузы, господиноз. Там не будет только Рома Худяков. И мы вас тоже приглашаем. Пожалуйста. Не, не надо. Когда мы говорим... Владимир Николаевич, первый гагауз. Когда мы говорим... Кстати, мы с вами имеем большой опыт. Мы вас приглашали... Еще я был тогда мэром города, помните? Да, я помню. Да, вы приезжали и очень внимательно слушали ваши выступления. С вами полемизировали, спорили с вами. Диалог был. Теперь мы то же самое делаем. Мы хотим понять Евразийское сотрудничество. Все о нем говорят. Таможенный союз. Все о нем говорят. Не все. Все спекулируют на этой теме. А мы хотим разобраться. Мы хотим показать аргументы. Поэтому 18-го числа люди приедут. Пожалуйста, выступайте с докладами. А потомные конференции, посвященные евроинтеграции, проводились в Гагаузе? У нас... В этом-то и весь вопрос, что много внимания уделяется евразийскому правительству. Много спекуляций. Да, да. И абсолютно ничего про евроинтеграцию. Но мы проводились молодежи, мы проводили наши организации. Вы знаете, очень много проводится в Гагаузе разных мероприятий. И по евроинтеграции, и по центрам открытия. Мы очень открытую политику проводим. Мы ищем друзей, мы не ищем себе врагов. Мы ищем сотрудничество, диалог. Где есть польза для нас? Пожалуйста, мы работаем. Теперь по... А вы думаете, страна наша больше пользы где может найти? В каком из проектов? Вот это и ошибка, что у нас, говоря так, или Запад, или Восток. Все, или черное, или белое. Но есть и другие мнения. Вот мое мнение. Что мы можем взять в Европе? Во-первых, стандарты качества жизни человека. Мы готовы взять? Да. Уважение прав в собственности, свобода масс-медия. Мы готовы взять? Да. Инфраструктура? Великолепно. Технологии? Великолепно. Европа дает нам преференции Молдове. Дает? Дает. Хорошо. Европа оказывает серьезную поддержку Республики Молдова. И я сразу говорю, что если бы не было этой масштабной поддержки, я не знаю, как была бы платежная дисциплина, как бы выплачивались вовремя пенсии и заработные платы, как бы строились дороги и многое другое, если бы не было этой поддержки. Надо это признать. Но Европа и хочет что от нас? Европа хочет иметь соседа, доброго соседа, не проблемного, не криминального соседа. История успеха, скажите. Ну да, пусть будет история успеха, как вы говорите. Но Европа одновременно дает нам понять, что ближайшие 15 лет мы там не будем. А мы сами что должны понять? А мы должны понять, что ментально мы не готовы сегодня идти в Европу. Даже если мы возьмем себе ориентир за два года выполнить все условия Европейского Союза, мы не готовы вступить в Европейский Союз. Это 15-20 лет. Эти 15-20 лет, может, Георгия надо кормить чем-то. Но вот вы персонально где видите Республику Молдову через 20 лет? Я персонально вижу Республику Молдову суверенной, независимой, сильной, демократической, экономически развитой государством, не вступающим ни в Европу, ни на Восток никуда, а строящим сильное государство, свое собственное государство. Я не могу понять, если мы внедряем в Республике Молдова евростандарты, это что, противоречит тому, что наши товары будут продаваться на восточном рынке? Конечно, нет. Что Германия 70 миллиардов евро имеет товарооборот с Россией и не вступает в СНГ. Понимаете, это искусственное противоречие, которое мы придумываем себе. В то же время, когда мы говорим, когда я немножко тут утрирую про Рому Хунякова, мы как-то должны уважать себя, потому что у нас еще есть нерешенная Приднестровская проблема. И как-то, если мы говорим о построении государства, то давайте видеть все проблемы в комплексе. Я не к тому, что призываю с кем-то воевать. Но я повторяю, нет противоречия между тем, чтобы торговать с Востоком, с Западом. Торгуют вообще с теми, кто дает больше прибыль. Здесь нет никаких преференций. И когда Турция продает помидоры на базаре в Кишиневе, они для этого не вступают в СНГ и не выходят из НАТО ради того, чтобы продавать помидоры в Кишиневе. Господин Антоним, мы же понимаем, что и в Молдове, и в Молдове... Господин Формузал сказал, что он рассуждает как офицер. Я всего лишь два года был артиллеристом, офицером, но по жизни я инженер. Игорь может подтвердить. Я хочу отслоить эту щелуху словесную и псевдо... эти мифы все. И заниматься конкретными проектами. Проект называется «Консолидация Молдавского государства». И Рома Худякова тут не стояла. Но теперь... Извините, я одну фразу... Господин Французал, я вам отвечу. Вы говорите про одного человека. Но с таким же успехом... Это ваш гость. ...гагаузи... Нет, вы говорите про одного. Нет, тут целая команда. Он вам не знаю, может, чем-то насолил, не понравился. Но есть сотни людей, которые навредили очень здорово гагаузии, но тем не менее они приезжают, с ними здороваются, с ними разговаривают, полемизируют. То есть это очень толерантно. Кто будет финансировать эту конференцию? Значит, исполнительный комитет гагаузии возьмет на себя расходы по проведению этой конференции. И результаты этой конференции будут доведены до населения. Потому что мы много говорим о евразийском сотрудничестве. Но мало что знаем. Мы много говорим о том, что мы все, идем в Европу. Свободная торговля. Я не возражаю. Что еще мы хотим от Европы? Я очень хочу. И я... Скажите, что надо делать? Вся гагаузия-то будет делать. Мы хотим получить безвизовый режим. Что надо от нас сделать? Мы все сделаем. Европейцы почему не дают безвизов? Бороться с коррупцией. Почему не дают? Что молдаване трудолюбивый народ. Значит, законопослушный народ. Это миф. Почему не дают? Это миф, что молдаване трудолюбивый народ. Трудолюбивый народ. Не надо. И работает добросовестно и все. Поэтому Европа тоже могла бы пойти нам навстречу. И снять этот визовый барьер. А то, как морковка все время. Сделать и это, сделать и это, сделать и это. Да, мы это будем делать. Будем делать. Я бы хотел... Вот вы сказали про СНГ. Это же счастье, что мы еще находимся в СНГ и работаем в СНГ. И что мы можем свои товары отправлять туда. Вот тот Мож Георгий, про который я говорю... Не надо мне про Мож Георгий, Матуша и Ляна. Потому что уже давно Мож Георгий не продает ничего. Он хочет кушать. Он хочет работать. Правильно. Он хочет здесь у себя работать. Так как... В чем противоречия? Можем мы сегодня не модернизировать свою экономику? Можем мы сегодня с Европой конкурировать? Мы спорим. О чем мы спорим? Уважаемая... Нет, мы не хотим. Нет. Если будет наконец когда-то подписан этот договор об ассоциации, то я жду того момента, чтобы молдавские производители были поставлены перед дилеммой. Или внедрять европейские стандарты, или закрыть лавочку. Потому что уже нельзя под яблоки с краской и фальсифицированное вино делать основой национальной экономики. Нет противоречий. Нет противоречий. Мы на втором этапе, скажем так, ассоциации в СНГ. Мы подписали этот договор об беспошлиной торговле. Или как он называется? Да, было дело. Если подпишем с Европейским Союзом соглашение об ассоциации, мы будем только, опять же, на второй ступени. То есть мы, скорее всего, при нашем уровне развития останемся в этом положении на 10, может быть, на 20 лет. Я не знаю. Но теперь, когда вы вспоминаете господина Худякова, мы же прекрасно знаем, что есть постимперский синдром в России, есть постимперский синдром в Молдове. Есть и у нас наши работники. Подождите, я объясню. Постимперский синдром в определенных кругах в России, они сожалеют о развале империи. Постимперский синдром в Молдове, есть определенные политические круги, которые всю вину за все наши ошибки, все наши, я не знаю, как их назвать, они все возлагают на Россию. Но это, извини, как тот анекдот, проклятая династия Романовых, 300 лет правила, не могла мясо на 70 лет вперед запасти. Вот я и говорю, что... Да. Я предлагаю имперские комплексы немножко оставить в покое, осталось совсем мало времени, я бы хотел еще поговорить все-таки о перспективе будущих нескольких лет. Через полтора года ваш мандат истекает. Понятно, что, скорее всего, вы решите перейти на национальный уровень, о чем говорилось. И, скорее всего, партия регионов, и есть проект, через который вы хотите попасть в Молдавский парламент. Попасть в Молдавский парламент для чего? Чтобы реализовывать свои программные цели. А вы думаете, центральные элиты центральные... Мы хотим, чтобы регионы принимали участие. Мы хотим, чтобы регионы были рады видеть региональную, мощную команду региональных элит, вот они откроют вам все двери и скажут, добро пожаловать, мы вот даже освобождаем 15 мест в парламенте. Знаете, я себе отдаю отчет, что эта задача очень трудновыполнимая. И найти сегодня людей, сильных, смелых, на которых нет никаких крючков, очень сложно, я это знаю. Я езжу по регионам... В воскресенье, кстати, я был в Новоанянском районе. И каждое воскресенье я обязательно в какой-то район еду, встречаясь с командой, мы ищем этих людей. Все хотят денег. Вы им что обещаете? Потому что приходит Плохотнюк, дает деньги. Приходит Филат, дает деньги. Приходят коммунисты, не знаю, что они дают. Так говорится, хорошо. Все что-то обещают. Вы им что обещаете? Я обещаю им всем работу. И я обещаю им всем, что мы сообща будем решать вопросы, скажем, развязывать узловые проблемы, которые значительно облегчат жизнь каждого из вас, а не одного человека. То, что мы наблюдаем сегодня в регионах, когда, используя силовые структуры, если есть какой-то ярко выраженный лидер, на него находят компромат, подвешивают его крючок и завязывают его узелком на какую-то политическую партию. Вы же имеете в виду кого-то из нынешних лидеров? Он уже не детализирует. Я говорю, что делается в регионах. Найти людей, которые действительно хотят создать правила игры и идти по этим правилам, и конкурировать по этим правилам, пусть сильнейший побеждает, вот задача, которая стоит очень сложная перед нами. И тут, понимаете... А в перспективе многих лет вы видите частью этого проекта политического кого-то из Приднестровья? Мы разговариваем с нашими друзьями из Приднестровья. Мы бы очень хотели, чтобы там была создана партия регионов своя, с которой мы бы заключили соглашение о сотрудничестве. К примеру, партия регионов Молдовы сейчас будет заключать соглашение с партией регионов Одесской области Украины, и на севере Винницкой области тоже будем заключать с ними договор. Мы сейчас ведем переговоры с партией, одной венгерской партией, заключим партия венгров в Румынии, мы с ними заключим павратимские связи, с турецкой партией. То есть мы хотим выйти на международный уровень, и те партии, которые близки нам по духу, обмениваться делегациями, получать знания. Я не могу вас не спросить, потому что известно, что в Молдове очень дорого строить партию. Кто вас будет финансировать? У вас есть свои источники? Или опять же, как и в других случаях, придут деньги, будь то из Москвы, будь откуда-нибудь? Это тоже один из мифов, что Москва дает деньги политическим. Я когда слышу, что сами лидеры партии распускают слухи, что Москва нам дает деньги. Москва никому не дает денег, потому что им это неинтересно. Их столько раз обманывали в Молдове, что ни одной политической партии не верят, и ни одному политическому лидеру не верят. То есть мы наконец суверенны. Путем обмана стали суверенными. Понимаете, я обманули себя. Из того процесса общения, что я имею... А сколько денег из Евросоюза вытащили, и их тоже обманули. Хорошо, а вы деньги тогда на эту партию где возьмете? Потому что олигархов-то много. Олигарх – это власть немногих. Я вам отвечу на этот вопрос. 2006 год. Партия коммунистов очень сильная. Команда Единой Гагаузии, не получая никакой политической поддержки финансовой, побеждает на выборах. У нас есть определенный опыт. Мы его реализуем. Нет ни одного человека в партии, который бы получал заработную плату. Ни одного. И мы всем говорим, мы ищем ту элиту, которая хочет сама взять власть в своем районе, хочет навести порядок и хочет дать людям возможность нормально развиваться без этих методов, которые применяются сегодня. Ваши сладового будущего. 2000 лет назад диагент ходил со свечой и говорил, ищу человека. Я желаю вам успехов. Вы верите в возможность такого проекта? Нет, вы знаете, я не отрицаю. Пускай скачут все кони, пускай цветут все цветы, пускай живут разные. Это очень сложная задача. Это сложная задача, поэтому я считаю вообще, что сейчас политическая система в Молдове находится в кризисе. Это сочетание избирательной системы, отсутствие прозрачного финансирования, персонификация политических партий. Это... Сажда, нет времени. Да, все, я закончил. Спасибо большое. Вы верите в будущее такого проекта? Я просто повторюсь. Сначала ввязываются, по ходу дела смотрят. Это формула успеха. Желаем вам успехов. Спасибо. И ваше последнее пожелание элитам кишиневским. Вы наверняка наблюдаете за тем, что происходит. Конечно, мы наблюдаем, и эти процессы нас волнуют, и они как волны сразу идут по регионам. Хочется стабильности, хочется спокойствия, хочется предсказуемости, и хочется государственных программ развития Республики Молдова. Для вас стабильность означает досрочные выборы, или... Мы к выборам готовы. Новая Альянская. Альянская. Мы к выборам готовы. Но мы знаем, что происходит, когда идут выборы. Полгода, потом люди с друг с другом не разговаривают. И это полгода еще продлевается на полгода, и год потерянный. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Мы желаем удачи в Гагаузе. Вместе мы едины. Это правда. И скажите мне, как будет спокойной ночи по-гагаузски? Игиджаляр. Игиджаляр. Игиджаляр, говорю все в Гагаузе. Встретимся завтра в 21.00. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»